На Смоленской атомной электростанции в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3083 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. За 30 дней сентября энергоблоки Смоленской атомной электростанции выработали 2 млрд 201 млн кВт-ч электроэнергии, что превышает плановое задание на 423 млн кВт-ч. С начала года выработано 18 млрд 326 млн кВт-ч электроэнергии. Сверх плана 1 млрд 792 млн кВт-ч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 25 сентября 2015 года независимые эксперты Всемирной организации операторов атомных станций представили руководству Смоленской АЭС отчет о результатах повторной партнерской проверки. Профессионалы атомной энергетики России, Болгарии, Словакии и Украины дали объективную оценку динамики изменений в областях для улучшений, отмеченных полномасштабной партнерской проверкой 2013 года. Как подчеркнул руководитель команды, старший специалист Центра исследований и разработок Словенской электрарни, Словакия, Ян Наньо, цели повторной партнерской проверки достигнуты на 100%. Тщательно проанализированы мероприятия, выполненные Смоленской АЭС за два года по рекомендациям экспертов предыдущей проверки. Коллектив качественно реализовал целый комплекс проектов, показал высокие результаты и прогрессивное движение вперед. В совместном с моими коллегами из четырех стран мы проверяли 19 областей для улучшения по методике ВАО АЭС. Группа экспертов работала в течение одной недели для того, чтобы оказаться действует в Смоленской АЭС в ее стремлении улучшить работу во всех областях заранее идентифицированных, как области для улучшения по методике ВАО АЭС. Мы встретились здесь профессиональным персоналом и ознакомились с вашим хорошим прогрессом и практиками. Желаю успешной работы. Прежде чем сделать выводы, международная команда побывала в производственной зоне, наблюдала за происходящими на предприятии процессами, анализировала документы, беседовала с работниками. Ее интересовали вопросы эксплуатации, радиационной и пожарной защиты, безопасности и охраны труда, работы химического, электрического, тепломеханического оборудования, противоаварийной готовности, инженерной поддержки и подготовки персонала. Моментальный срез текущего состояния задокументирован и подтвержден фотографиями. По словам директора Смоленской АЭС Александра Васильева, на атомной станции к программам ВАО АЭС относятся как одному из главных инструментов повышения безопасности. Я хочу поблагодарить экспертов и команду Смоленской станции за то, что мы наработали очередной хороший материал, на основании которого мы продолжим строить наши планы по повышению безопасности Смоленской атомной станции, по совершенствованию нашей деятельности и будем по-прежнему стремиться к тому, чтобы Смоленская атомная станция была в самых лучших передовых позициях по всем показателям. Система энергетического менеджмента Смоленской АЭС полностью соответствует требованиям международного стандарта. Такой вывод сделали эксперты компании Центр энергоэффективности Интеррао ЕС в завершении инспекционного аудита, который проходил с 21 по 25 сентября. Сертификат соответствия международному стандарту Смоленская АЭС получила в 2013 году. Его наличие подтверждает, что на атомной станции соблюдаются все нормы и требования в области энергосбережения, эффективно реализуются мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды и повышение энергоэффективности во всех процессах производственной деятельности. Итоги аудита подвел на заключительном совещании главный эксперт управления инновацией Центра энергоэффективности Интеррао ЕС Сергей Фролов. Он подчеркнул, что на Смоленской АЭС система довольно зрелая и имеет много положительных характеристик. В целом система соответствует требованиям стандарта. Я, как аудитор, в своем отчете буду рекомендовать перед выбором по сертификации подтвердить действие сертификата на следующий год. 24 сентября в столовой административно-бытового корпуса Смоленской АЭС проводился День русской кухни. Работники станции и подрядных организаций смогли оценить вкусы одной из самых колоритных кухонь в мире, впитавшей в себя традиции других народов. Грибы из картофеля, вазы из фруктов с ягодами, искусные надписи на тыквах и кабачках, шикарные цветы из моркови, свеклы и капусты. Все не только красиво, но и вкусно. В ассортименте русские кулебяки с рыбой, тушеный кролик в сметанном соусе, утка по-деревенски в горшочке, курица в миндальной корочке, блины, медовые бабы и много других изысканных блюд. Люди приятно удивлялись и охотно пробовали кулинарные шедевры, приготовленные умелыми руками поваров. Здравствуйте, приятного аппетита. Как вам кухня сегодня? Спасибо, замечательно. Глаза разбежались, не знаем, что выбрать. Такая вкуснятина, такая красота. Но я хочу сказать, что у нас не только это сегодня. У нас частенько такие устраиваются мероприятия, где можно что-то себе выбрать по душе, по состоянию здоровья, чтобы позволяло. Поэтому замечательно. А какие доброжелательные девушки нас обслуживают. Всегда с улыбкой, всегда в хорошем добром расположении духа. Придешь, вроде бы озабоченный своими делами, они тебе улыбнутся, обслужат хорошо. И ты идешь отсюда с великолепным настроением. Так что нам это очень нравится. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что вы сегодня взяли? Сегодня я взял вкуснятина. Мясо такое еще не ела. Молодцы. Персонал вообще, так сегодня вкусно все приготовлено, интересно. Ну, вообще, молодцы, здорово очень. Дни национальной кухни в столовой предприятия проводятся уже не первый раз. Они находят живой отклик у людей. В прошлые годы работники станции уже попробовали блюда белорусской, украинской, кавказской, татарской и узбекской кухонь. Огромная благодарность работникам столовой за очередной вкусный праздник, который они устроили для персонала. Работники участка общественного питания «Смоленская сервис» вложили свои знания, умения и душу в приготовление блюд. Желаем всем приятного аппетита и ждем ваших отзывов и предложений. Девятый фестиваль народного творчества работников концерна «Росэнергоатом» «Живой родник», посвященный 70-летию атомной отрасли и юбилею Великой Победы, прошел в Десногорске с 23 по 26 сентября. В нем приняли участие более 300 самодеятельных артистов, мастеров художественного слова, народных умельцев, 9-ти атомных станций России и Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Приветствия участников фестиваля, директор «Смоленской АЭС» Александр Васильев подчеркнул, что атомная отрасль богата не только высокими технологиями, но и творчески одаренными людьми. Желаю участникам раскрыть свой творческий потенциал, жюри не быть слишком строгим, а зрителям получить большое удовольствие от просмотра и поддержать своих коллег. В течение двух конкурсных дней творческие коллективы выступали со своими программами перед зрителями и авторитетным жюри под председательством главного специалиста отдела по социальной работе концерна «Росэнергоатом» Олега Желтова. Атомщики представили разнообразие музыкальных композиций, вокальное, танцевальное, цирковое, театральное искусство, игру на народных инструментах, хоровое пение, бардовскую песню. Лейтмотивом фестиваля стала тема патриотизма, гордости за великую Россию, за славное прошлое русского народа и достижения настоящего времени. 26 сентября на праздничном галоконцерте состоялось торжественное награждение участников фестиваля, где им были вручены диплом лауреатов 1, 2 и 3 степени, а также дополнительные номинации. Гран-при присужден цирковой студии «Арена» Белоярская АЭС за номера эквилибристов и гимнастов. По словам председателя жюри, главного специалиста отдела по социальной работе концерна «Росэнергоатом» Олега Желтова, все конкурсанты выступали на высоком уровне, и жюри было сложно определиться с выбором победителей. 15 лет назад на этой благодатной гостеприимной земле родился живой родник. В 2000-й год, сегодня 2015-й, и это уже 9-й фестиваль. Подумайте, 15 лет этот живой родник живет и наполняется живительной благой. И она настолько вкусная, особенно когда в ней есть воды и Кольского полуострова, и Юга России, Балаковская станция, Влагодонская станция, Ленинградская АЭС, Урал – это Белоярка, Центральная Россия, это Нововоронеж, это Курск, это Смоленко. И я очень надеюсь, что этот живой родник будет жить всегда. Будет радовать и участников, и зрителей, и всех, кто так или иначе имеет отношение к нашей культуре, к культуре России, к атомной отрасли, которая в этом году исполняется 70 лет. Председатель профсоюзного комитета Смоленской АЭС Юрий Кузнецов от лица всех творческих работников атомных станций поблагодарил ветеранов, стоявших у истоков создания атомной отрасли, и руководства городообразующих предприятий городов-спутников АЭС, поддерживающих культуру и искусство. Это были лучшие люди. Обратите внимание, в наших городах везде есть творцы спорта, есть дома культуры, все наши руководители, директора, наши работники предусматривают, чтобы человек мог не только работать, не только свои знания применять, но еще мог творчество нахнуть, а у нас такие творчества очень много. 26 сентября 2015 года 116 спортсменов со всего региона встретились в Десногорске. 29 любительских команд юношей и девушек боролись за Кубок Смоленской области по стритболу на новой современной площадке. Накануне здесь состоялось открытое первенство Смоленской АЭС, собравшей 50 школьников города. Яркими, динамичными и эмоциональными получились турниры, посвященные 70-летию атомной отрасли и Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. На спортивном фестивале подростки продемонстрировали характер настоящих бойцов, упорство и волю к победе. В результате главные призы Кубка Смоленской области достались командам из столицы региона. Отлично показали себя и десногорские юноши. Сборная САЭС Мирон Чалов, Константин Калачев, Иван Гунько, Денис Пастухов взяла серебро. Прошедшие соревнования – часть уникального проекта развития молодежного баскетбольного движения. которые реализует Смоленская АЭС при поддержке областной федерации баскетбола и московского клуба «Динамо». Только благодаря смоленским атомщикам сегодня мы имеем возможность все время говорить это новое или хорошо забытое старое. Десногорск решается те задачи, которые запланированы были год назад. И очень радостно, что эти задачи решаются системно. Поэтому на данном моменте нашей главной задачей является, приоритетной задачей – это привлечение максимального количества детей города Десногорска к занятию нашим видом спорта, привлечение максимального количества детей из регионов, которые граничат с городом Десногорском, занятием баскетболом, к системному соревновательному календарю этих детей, потому что это то, чего они не имели многие-многие годы. И, в общем-то, к воспитанию детей, как баскетбол, как инструмент, просто к воспитанию детей. По словам Сергея Фомина, спортивный сезон 2015-2016 года будет очень насыщенным на интересные события и старты. И Десногорск станет центральной баскетбольной площадкой. Впереди Кубок Смоленской области среди мужских команд, финал чемпионата школьной баскетбольной лиги Смоленской области «Кэсбаскет», финал чемпионата ЦФО среди юношей. Ожидается приезд олимпийских чемпионов, показательное выступление российских фиртуозов баскетбола. На Смоленской АЭС с 14 по 16 сентября состоялось обучение в рамках подготовки Управленческого кадрового резерва «Таланта Русатома», участниками которого стали 12 специалистов из разных подразделений атомной станции. Под руководством опытного тренера Корпоративной академии «Русатома» обучающиеся осваивали концепцию внедрения изменений на предприятии, учились управлять изменениями в атомной отрасли и вовлекать в этот процесс своих коллег. Также атомщики изучили базовый курс производственной системы «Русатома», ознакомились с методикой реализации ПСР-проекта и разработали свои собственные проекты в области бережливого производства. В фокусе внимания, конечно, ПСР-проекты и вообще вся тематика ПСР. Философия и базовые принципы ПСР. И была большая деловая игра, офисные, очень думающие люди. Поэтому это будет способствовать, конечно, достижению результата. Все подвергают сомнению. Просто так ничего не проходит, но убеждаются, находят какие-то инструменты, правильные действия. То есть люди грамотные, подготовленные, образованные. Как рассказала участник программы «Таланта Русатома», ведущий инженер цеха дезактивации Елена Апутина, очень важно было понять различия между ПСР-проектом и предложением по улучшению, определить границы проекта, разобраться в оформлении, в картировании процесса. Надеемся, что у нас с коллегами получится инициировать новый ПСР-проект. Обратимся к высшему руководству, чтобы оно нас поддержало. И, надеюсь, сделаем очень положительные изменения для всех подразделений. Согласно с коллегой, ведущий инженер электроцеха Алексей Чистяков и начальник смены электроцеха Александр Спасов. Программа очень интересная, насыщенная. Люди новые, интересные тренера. Очень полезные модули. Много для себя нового находим в каждом модуле. Путем решения достаточно сложных, но, в общем-то, прикладных задач мы осваиваем общую методику реализации новых для нас ПСР-проектов. Пробуем решать какие-то глобальные задачи путем разбивки их на более мелкие. Это и направлено на то, чтобы все это потом, впоследствии, отразилось на рабочие места. И мы, как пионеры этого направления, внесли это в широкие массы. 17 сентября состоялось заседание общественной организации Совет руководителей предприятий города атомщиков Десногорска. Председателем организации единогласно избран новый директор Смоленской АЭС Александр Васильев. Он сменил на этом посту Андрея Петрова в связи с его назначением на должность генерального директора концерна «Росэнергоатом». Александр Васильев поблагодарил за доверие членов организации, подчеркнул значимость работы общественного объединения. Наличие такого первого возраста совета руководителей, насколько я понимаю, сейчас становится образцом для подражения, на других площадках и только атомной станции. И, мне кажется, такая форма работы очень-очень полезна и, может быть, это эффективна для поддержания должного уровня в городах и поселках при атомной станции. В Совет руководителей входит около 30 предприятий города, директора которых совместно с главой администрации, депутатами, сообща участвует в решении значимых городских проблем. В отношении этого Александр Иванович добавил. «Я думаю, что нам нужно все-таки увеличить нашу активность, привлечь больше сторонников, привлечь больше сотрудников наших коллективов, привлечь руководителей, которые имеют очень-очень большой потенциал, как материальные, так и духовные, так и физические, для того, чтобы процветание нашего города еще ускорилось». Общественная организация в Десногорске на добровольной основе объединила опытных руководителей, неравнодушных людей. Совет действует с 2007 года. При его участии Десногорск изменился, стал лучшим городом Смоленской области. «Все, что мы наработали за последние уже практически 8 лет, благодаря участию в жизни города, благодаря участию в жизни учреждений города, наших предприятий, объединенных общей идеей, общими задачами, которые ставятся на Совете руководителей, оно позволило нам решить, ну, наверное, 3 четверти из тех проблем, которые мы поднимали. То есть, вот такая существенная доля участия промышленников, производственников нашего города в жизни наших учреждений». Депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко подчеркнул, что точек приложения помощи Совета руководителей остается многое. Это благоустройство площадок детских садов, помощь образовательным учреждениям, благоустройство дворов, ремонт дорог. Владимир Блохин, глава муниципального образования города Десногорск, сказал, что сегодня необходимо больше внимания уделять культуре, изучению истории, воспитанию патриотизма. «У нас достаточно много исторических примеров, которые, наша история, наша, так сказать, вглубь надо смотреть, чем же богата Русь была, чем отличался, так сказать, человек, который живет на русской земле. Вот это надо пропагандировать, этот патриотизм должен в наших молодых, так сказать, ребятишках, так сказать, ну, культивировать, что ли, укреплять. Вот это, я считаю, наиболее важной задачей». В рамках празднования 70-летия атомной промышленности в свои двери для учащихся открыл уникальный интерактивный демонстрационный зал Смоленской АЭС. До конца сентября он примет более 100 старшеклассников. Первые экскурсанты уже смогли оценить его преимущества. «Сегодня я открыла для себя очень много нового. До этого я как-то, ну, слышала, как работает станция, но не полно, не в полной форме. Я бы рекомендовала всем своим друзьям, знакомым посетить эту экскурсию, этот зал, потому что это очень познавательно, чтобы знать, как работает станция, рядом с которой ты живешь». Интерактивный зал Смоленской АЭС – это современный информационно-образовательный комплекс. Он расположен в Центре информации «Нейтрино» около главной площади города атомщиков. Комплекс включает в себя видеозал для демонстрации специальных образовательных программ и фильмов, проведения викторин, специальные интерактивные экраны с широким спектром информации и информационные стенды. Цель интерактивного зала – рассказать о развитии атомной энергетики в России и в Смоленской области, сделав экскурсантов активными участниками познавательного процесса. Они попадают на виртуальную экскурсию по атомной станции, самостоятельно в игровой форме, знакомятся с преимуществами различных типов атомных реакторов, с тем, как обеспечивается безопасная работа АЭС. Интерактивный зал познакомит посетителей со Смоленской АЭС и атомной энергетикой России в целом и станет действенным инструментом профессиональной ориентации учащихся. Первые посетители интерактивного зала уже заинтересовались атомными профессиями. Думаю, что я также сам попробую у себя в атомной энергетике. Пока еще, правда, не решил, в каком именно направлении, но думаю, стоит попробовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА